Главнокомандующий Вооруженных сил Украины уходит с должности. Год перемирью на Донбассе. Наш анализ и первая медаль с Олимпиады в Токио уже дома. Об этом, среди прочего, будем говорить в выпуске новостей. Наши редакторы и журналисты собрали самое важное и интересное за день. Руслан Хамчак уходит с должности. Решение сменить главнокомандующего Вооруженных сил Украины принял президент. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимир Зеленского. О том, кто заменит Руслана Хамчака на этой должности и о других кадровых ротациях, расскажет Артем Голуб. Ровно один год и четыре месяца Руслан Хамчак занимал должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Так, глава государства пытается прекратить конфликты между Министерством обороны и Вооруженными силами. На Банковой уже решили, кто может справиться с этой задачей. Президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим наоборот конфликты. Президент благодарен Руслану Хамчаку за службу, но на место главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативным командованием «Север». Продолжаются увольнения и в службе безопасности Украины. Глава ведомства Иван Баканов уволил начальника службы внутренней безопасности. Своего поста также лишился начальник экономической контрразведки. Еще накануне президент инициировал массовые увольнения в СБУ. Глава государства недоволен нынешними темпами борьбы с контрабандой. Но есть и другая причина. Другая часть кадровых решений в СБУ связана с той реформой, которая, как вы знаете, сейчас идет. СБУ хотят лишить несвойственных ей функций, а именно борьбы, среди прочего, борьбы с экономическими преступлениями. Одним словом, президент и председатель службы безопасности пытаются сейчас привести службу к тому виду, который он должен иметь в день, когда Верховная Рада проголосует, поддержит соответствующий законопроект о реформе службы безопасности Украины. Что касается Руслана Хамчака, то он уходит с должности главнокомандующего, но остается в руководстве страны. Он переходит на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Артем Голуб, Дмитрий Борщ, Новости Украины. Годовщина перемирия. За первые 12 месяцев в действии режима полного прекращения огня Украина потеряла 45 своих защитников. Еще 163 военных были ранены. Печальные цифры озвучили в украинской делегации трехсторонней контактной группы. Вопреки договоренностям, незаконные вооруженные формирования почти две тысячи раз открывали огонь по украинским позициям и даже сегодня запустили 70 мин в районе Золотого-4. Как Украина пытается остановить российскую агрессию на Донбассе, узнавала Юлия Крючкова. Видно, как они вкопаны, видно их перемещение иногда. Отсюда до позиций незаконных вооруженных формирований несколько сотен метров. На наблюдательном посту украинские военнослужащие постоянно отслеживают и анализируют их действия. И пока наши армейцы пытаются соблюдать режим перемирия, по ту сторону давно забыли о прошлогодних договоренностях трехсторонней контактной группы. Тут пешком 40 минут идти в Первомайск. И вот они хотят нас выбить отсюда. Каждый вечер обстреливают. Каждый вечер. Под утро. Это обычный день. Последний обстрел этих позиций обошелся без потерь среди украинских военных. А вот наблюдательный пост пришлось отстраивать. В Туры недавно прилетали. То есть противотанковые ракетные управляемые установки разбили наблюдательный пост нам полностью. Один боец получил контузию, но чудом все остались живы. Есть документальное подтверждение, фотографии. Возможно, у них сейчас какие-то тактические учения, и они учат своих специалистов. После отработки новых техник ведения боя незаконные вооруженные формирования стали использовать на украинских военнослужащих смертоносное ухищрение – дистанционное минирование. Это мина ПОМ. Крепится на движок от РПГ. Или она закладывается в ствол от миномета и происходит выстрел. Ну, в сторону наших позиций, в тыл. И мина прилетает, становится в боевое положение, раскидывает якорьки и ждет. В населенном пункте, который защищают украинские военнослужащие, осталось 12 жителей. Многие дома брошены, улицы пустые. Последствия нарушения режима тишины местные ощущают на себе ежедневно. Перемьеря. Доброе утро. Добрый день. Да, добрый вечер. Спокойной ночи. Хороший вздрыхнуть. Да, утро. Ну, так вот так и живем. Сказали, заминировано нельзя. По той улице ходить тоже нельзя. Туда нельзя, никуда нельзя. По данным ОБСЕ, год назад, сразу после объявления о старте режима прекращения огня, интенсивность обстрелов снизилась в разы. Но в конце 2020 года ситуация обострилась. Незаконные вооруженные формирования возобновили обстрелы с новой силой. В офисе президента Украины говорят, несмотря на это, перемирие принесло результаты. По сравнению с годом перед введением особого режима, количество обстрелов и жертв среди украинских военных снизилось в два раза. Доволен ли президент этими цифрами? Конечно, нет. Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших и ноль раненых. Президент со своей стороны делает все возможное. Очевидно, цели Кремля иные. Тем не менее, именно мир остается главным приоритетом президента. Большие надежды в переговорном процессе украинские власти возлагают на США. Особенно накануне встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом. Даже воля коллективного Запада четко обозначена и проявлена, пока не может сдвинуть Россию с ее позиции. Готовится ряд соглашений от энергетических до обороны. И я думаю, что, возможно, это поспособствует тому, что нам надо на востоке Украины. Скорее я наступил в мир или пока не умеет, снова начал строго соблюдаться режим прекращения. Надо отдать должное, честь и мужество вооруженным силам Украины. Своей кровью, своим трудом повседневным дали возможность украинской дипломатии для решения конфликта политиками. За что им честь было. А пока Украина при поддержке западных стран пытается заставить Россию прекратить обстрелы, украинские военные стоят на защите страны. При этом не реагируя на провокации и не позволяя Кремлю развязать активные боевые действия. Юлия Крючкова, Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Новости Украины. Постановление о деоккупации Крыма планируют рассмотреть народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады 23 августа, в день старта Крымской платформы. Первого за годы оккупации саммита, где мировые лидеры будут искать пути возвращения Крыма Украине. Чего ждать от исторической встречи и кто уже подтвердил свое присутствие, расскажем в следующем материале. 23 августа в Киеве состоится саммит Крымской платформы. О своем участии уже открыто заявили США, Великобритания, страны Балтии, Польша, Франция, Германия и Турция. Однако полный список стран в Министерстве иностранных дел Украины не разглашают. Россия давит. И это тоже причина, почему сейчас широко не распространяют информацию о тех, кто будет персонально и о самих государствах. Поэтому ждем. Но я знаю, что Украина имеет подтверждение от многих стран. Это будут делегации высокого уровня. Это будут министры, главы правительств и президенты. Мы точно еще не знаем, но это точно будет высокий уровень. Главная цель этой платформы – возобновить активное обсуждение на международной арене вопроса российской оккупации Крыма. Участники саммита по итогам первой встречи подпишут общий документ о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Будет хартия, крымская хартия или другой документ, который подпишут главы государств и правительств. И в нем согласуют те принципы, к которым они готовы присоединиться, чтобы влиять на Россию и заставить ее действовать в рамках правового поля. Это первый шаг. Стол переговоров уже есть. Усадить за него Россию – это уже вопрос времени и давления. Но стол готов. Первый саммит крымской платформы не закончится немедленной деоккупацией Крыма. Но определит возможные рычаги давления на Кремль, говорят правозащитники. Первое – это как раз политика непризнания, санкционная политика. Это также вопросы, связанные с правами человека и нормами международного гуманитарного права. Далее – это вопросы экономики и экологии. Это вопросы, связанные с культурным наследием, вопросы религии, образования, большой гуманитарный блок. Это как раз и есть основные направления. Уже известно, что на саммит прибудут президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгил Слевиц, президент Литвы Китанос Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Артем Голуб, Александр Бугай. Новости Украины. Вместо медицинской помощи камера в штрафном изоляторе. Украинский политзаключенный Инвер Бекиров перенес микроинсульт в российской тюрьме. Омбудсмен Людмила Денисова возмущена решением руководства колонии перевести 58-летнего крымского татарина в штрафной изолятор из-за надуманных нарушений правил внутреннего распорядка. В нынешнем состоянии такое наказание может стать для Бекирова смертельным приговором. В эксклюзивном комментарии телеканалу «Дом» адвокат Рустем Камилев рассказал, что такие бесчеловечные методы – обычная практика для российских колоний. Как и большинство политзаключенных крымских татар Инвера Бекирова, незаконные власти полуострова безосновательно обвинили в терроризме. И в 2019 году уже в суде Ростова-на-Дону его приговорили к 18 годам тюрьмы. Ребята из Крыма и то, что была позиция определенная у них в судах и вообще, вот они занимали позицию, они говорили, что мы невиновны. И вы не доказали нашу вину касательно причастности к террористическим актам, насильственному захвату власти и так далее. Тяжело раненых украинских военных будут лечить в лучших клиниках Германии. 15 наших защитников сегодня вылетели из международного аэропорта Борисполь, специально оснащенным медицинским самолетом Бундесвера. Историю одного ранения и о жизни после него расскажет Юлия Грановская. Выстрел в спину. Военный Александр Шаровский вспоминает, как два года назад был ранен пулей снайпера. В 2019 году в Марьинке вышли, прокладывали связи, попали в засаду, а уже на отходе я развернулся спиной, и в меня попал снайпер. Попал в спину, я упал, думал, что смогу ползти, но снял броники и увидел, что у меня органы выпали. Пришлось их собирать и ждать, пока меня вытянут. Дальше были 26 дней в коме. После продолжительное лечение. Александру пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Это будет лечение. У меня пакет, кишки еще висят. У меня с двух метров тонкого кишечника осталось 40 сантиметров. Сейчас будем пытаться все это вставить. Я уже был раз, и сейчас лечу еще раз, чтобы все доделали. Лечение Александр продолжит уже в Германии. Вместе с ним спецбортом улетели и другие тяжело раненые украинские военные. 15 украинских военнослужащих, получившие ранения во время боевых действий на востоке Украины, отправляются на лечение в Германию. Летят специальным медицинским самолетом Бундесвера. Хочу отметить, что с начала боевых действий на востоке Украины Германия осуществила 10 миссий и отправила 136 раненых на долгосрочное лечение. Эта миссия станет 11-й. Лечиться будут в Берлине, Ульме, Гамбурге и в Коблинце по самым современным медицинским технологиям. Накануне команда немецких медиков уже осмотрела раненых в Киевском военном госпитале. «Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов, которые несут сложную военную службу, особенно учитывая реальные угрозы жизни и здоровью. И сегодня у нас почетная миссия – вместе направить очередную группу украинских военнослужащих, 15 наших воинов, на дальнейшее лечение в Германию. Мы будем и в дальнейшем развивать это направление оборонного сотрудничества». Самолет, на котором перевозят военнослужащих, оснащен по последнему слову техники. Интенсивную медицинскую помощь здесь можно оказывать высоко в небе. «Мы понимаем это как поддержку Германии для Украины, которая сейчас находится в сложной ситуации с точки зрения политики безопасности и других вопросов. Наше правительство поддерживает Украину в борьбе с агрессией, которая исходит со стороны Российской Федерации. Я хотел бы пожелать всем, кто сегодня летит в Германию, пройти курс лечения, выздороветь и вернуться в хорошем состоянии своей семьи в Украину». Украина не первый год сотрудничает с правительством Германии в вопросе военной медицины. За последние годы порядка 130 украинских врачей прошли обучение у немецких коллег. Юлия Грановская, Максим Градобик, Новости Украины. По меньшей мере один человек погиб и 16 ранены во время взрыва на химическом предприятии «Хемпар» в городе Леверкузен на западе Германии. После этого в небо поднялся столб черного дыма, над ним сформировалось токсичное облако. Власти рекомендовали жителям окрестных районов закрыть окна, не выходить на улицу. Все подробности в сюжете Вадима Крамера. Взрыв в немецком городе Леверкузен прогремел в 9.40 утра по местному времени. Трагедия произошла на установке по переработке отходов в индустриальном парке «Хемпарк». Погиб один человек, пропали без вести четверо, ранены 16, в том числе двое в тяжелом состоянии. А в атмосферу попали вредные вещества. Там сжигались растворители, в том числе и хлорные растворители. На данный момент у нас нет точного анализа состава тучи, которая поднялась на довольно большую высоту. Власти города срочно издали распоряжение, рекомендующее жителям плотно закрыть окна и не выходить на улицу без лишней необходимости. До тех пор, пока не станет известен состав вредных выбросов. На данный момент наше основное внимание приковано к туче, которая уже постепенно рассеивается. Мы следим, где есть осадки, куда пошло загрязнение и сотрудничаем с Министерством по охране окружающей среды, чтобы получить наиболее полную картину происходящего. Сейчас самое главное узнать, какие именно соединения попали в воздух. Мы просим каждого, кто заметит какие-либо отклонения от нормы, сообщать нам, чтобы мы могли понять и проанализировать вещества, вызвавшие аномалии и их влияние. Мы призываем всех соблюдать правила безопасности. Будут также закрыты детские площадки. Причин взрыва ни власти, ни спасатели пока не называют. На месте происшествия работают пожарные заводы. Также привлекли пожарные машины из других районов города. Вадим Крамор, Новости Украины. Украинские рекорды в Токио. Пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем показал лучший результат в истории Олимпийских игр и прошел в финал соревнований. В решающем заплыве, который состоится в четверг, также примет участие еще один украинский пловец Сергей Фролов. Тем временем, первая медаль Украины на Олимпийских играх в Токио уже дома. Бронзового призера подзюдо в категории до 48 килограммов Дарью Белодет встретили сегодня утром в аэропорту Борисполь. Одной из первых с ней пообщалась наша Елена Дидух. В аэропорту Борисполь обладательницу первой медали Украины на Олимпийских играх в Токио 2020. дзюдоистку Дарью Белодет встречали десятки телекамер, представители Национального Олимпийского комитета, Министерства спорта, ее клуба «Спартак», где Даша тренируется. Даша Белодет была одна из главных олимпийских наших надежд на играх в Токио. Все ждали от нее золота и в драматическом полуфинале Даша уступила японке Фуне Танаки и уже в матче за бронзу просто на морально волевых выиграла этот поединок и принесла Украине медаль. Как все это происходило, Даша рассказала в интервью журналистам. Забралась. Как-то собралась внутри и я думаю, эту схватку я выиграла именно на характере, потому что физически я была очень уставшая, чувствовала это в самой схватке, мне было тяжело вставать, тяжело делать атаки. Я думаю, это связано с психологической потерей из-за схватки за выход в финал. Я на максимум все сделала и психологически у меня не было уже эмоций, адреналина. Если бы я это не сделала, я бы жалела всю свою жизнь и это была бы боль на всю жизнь. Этой бронзовой медали могло бы и не быть, если бы не мама и тренер Даша Светлана Кузнецова. После провала в полуфинале наша спортсменка уже не хотела продолжать борьбу и только мама, тренер нашла правильные слова для того, чтобы она все-таки вышла и завоевала эту медаль. У нее была истерика сильная, моя мечта не сбылась. И она в этом коридоре там легла на пол, плакала. И я уже позвала его, говорю, я не знаю уже, как ее привести в чувство, но говорит, я бороться не иду, все. Мечта не сбылась, медали вам не будет. Вопросила, ради меня, я тебе очень прошу, говорю, ради меня, говорю, сделай, говорю, возьми медаль. Дальше в планах нашей бронзовой медалистки отдых. Я хочу сказать, что журналисты неправильно поняли меня и моих родителей. Мы просто сказали, что я должна отдохнуть, так как этот год и вообще, я думаю, последние лет пять были действительно очень тяжелые. Была тяжелая подготовка и психологическая, и физическая. И мне нужно время. Я думаю, месяц-два, чтобы отдохнуть, перезагрузиться. Через пару месяцев с новыми силами готовятся уже к Олимпийским играм в Париже. Елена Дидух, Юрий Шульга, Новости Украины. Силы духа всем нам и не сдаваться. Спасибо, что смотрите. Заходите на сайт нашего канала. Также мы есть в Ютюбе, Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин